Всем привет! Привет-привет! Сегодня у нас будет распаковка и мы, как обычно, с Римой сегодня будем снимать в нашем пункте выдачи в Поберлик по улице Геройского, 28 в городе Краснодар Да, в городе Краснодар тороплюсь, потому что у меня еще там одна коробка и еще один маленький автозаказик там, скорее всего, пришла моя бордовая юбка А, у тебя опять сегодня примерки? Да, у меня немножко будет примерки Может быть, даже не немножко а множко Об этом заказе тоже пример Я что-то удаляла, много очень товаров удалила из тех, которые мне упали в автозаказ которые должны были прийти гораздо позже, когда товара нет на нашем складе, на котором формируется наш заказ вещи падают в автозаказ и когда с центрального склада вещи приезжают на наш региональный склад тогда, получается, этот автозаказ формируется, приезжает сюда к нам Вот, я, получается, много-много вещей удалила из тех, которые у меня висели в автозаказе Поэтому что-то, получается, придет, чего-то очень много не придет Накидывала много всякого В итоге много чего потом передумала У меня, кстати, там были вот эти юбки короткие Помнишь, у нас с тобой была примерка бежевой юбки с карманами? У меня они были там в разных размерах и в двух цветах У меня, по-моему, там М и Л было размеры И еще были такие же самые, только в других цветах После примерки, когда я посмотрела на себя на Ютубе со стороны, я решила, что юбки эти заказывать не буду Коротковатые, да? Да, были у меня еще на примерке там и вельветовые юбки наши Тоже из прошлых серий, помнишь, которые у кого-то у тебя есть Вот, я римную юбку мерила Она также вот коротковата, наверное, как эта трикотажная Сначала вроде как закинула ее на примерку, они улетели в автозаказ Потом поняла, что, наверное, скорее всего, не буду ее брать В общем, в итоге получается, что с автозаказа никак удалить вещи уже нельзя И я писала письмо в компанию через обратную связь Прямо указывала в этом письме, какие товары, артикулы мне нужно удалить из моей корзины автозаказа И компания это все с автозаказа, вот это лишнее удалила Ну, чтобы не было вот этого лишнего лакита, заказ придет Я уже знаю заранее, что я эту вещь не буду брать Надо будет оформлять, либо делать возврат всего заказа полностью Либо проводить уже как примерочную претензию В общем, куча гемора с бумажками Решила, что лучше всего этого избежать И поэтому писала письмо в обратную связь Так можно, если вы не знали, то возьмите себе это на заметку Если вы что-то вдруг передумали, пишите в обратную связь Пишите конкретно прям какой товар, артикул, размер, все указываете Пункт выдачи вам будет благодарен, что вы избавили от лишней работы Прям просите, чтобы удалили из корзины автозаказа И эти вещи вам удалят Вот Ну, а сейчас приступим с вами Все, что я тут на его заказу Да, тут не так уж много чего Ну, кое-что есть Вам показать И замерка, и баночки Поехали Что-то у тебя подсвечивать опять начал телефон Что-то у меня в последнее время стало это Повернуть как-нибудь можно, и он может перестать подсвечивать Ну, ладно, посмотрим по ходу Вроде вот рукой дрыгай, вроде ничего Когда ты пакетами шелестишь, он начинает светить А, ну, может быть Это, я так понимаю, у меня гель для бритья Из серии 8 элемент Это у меня попросил сын вдруг неожиданно Обычно я домой всегда беру пену для бритья Можете мои, вы же к ней привыкли Она им очень нравится Ну, сын запросил вот гель для бритья Хотя раньше, когда я ему раньше предлагала попробовать Он как-то так не очень Как-то не очень ему зашло И он просил тоже пену Пенкой тоже брился Вот сейчас попросил именно гель для бритья Ну, вот я ему заказала, пусть пробует Это кто, старший или Дима? Это Дима средний 100 миллилитров вот здесь В этом Тюбике Пахнет же, наверное, так, как линейка Я так думаю, наверное Да, они все одинаково пахнут Ну да, прозрачненький Позрачненький Пусть пробует Может быть, если ему зайдет гель Да, точно так же, как вся серия пахнет Такая отдушка Пахнет приятно Вообще, неплохая вот эта серия 8 элемент Да Ты заметила, что у нас в последнее время Все обновляются и обновляются Упаковочки и везде на английском языке Уже даже 8 элемент на английском языке Все потихонечку переделывается Так, заказала я себе то и что из серии «Сеул» Почему именно заказала «Сеул»? Ну, во-первых, давно хотела попробовать Именно вот этот продукт Давно у меня глаз на него лежал Но все никак Ты его ни разу не покупала? Я его еще ни разу не пробовала Мне нравится Как он правильно называется? Сейчас скажу Гель-трансформер для лица Легкий гель с невесомой текстурой Трансформером при соприкосновении с кожей Превращается в воду Которая мгновенно освежит и щедро улажнит твою кожу Восстанавливая ее водный баланс Нанеси небольшое количество геля на сухую очищенную кожу лица И равномерно распредели по коже По эффекту мне этот крем, гель, чем-то напоминает сыворотки То есть, когда делаешь макияж, можно увлажнить лицо перед макияжем сывороткой А можно вот этим гелем-трансформером Ну, в общем, буду пробовать Почему решила его сейчас заказать? Потому что я сейчас вернулась к линейке Асиул У меня недопользованный остался наш активный крем из серии Асиул Вот И я к нему вот заказала для век кремик И заказала вот этот трансформер Вот, еще потом, думаю, закажу, наверное, и маску Которая там есть еще Которая не гиалуроновая У меня есть еще этот гель гиалуроновый Который в банке Еще немножко есть Уже тоже скоро допользую его Потом хочу, там есть еще другая маска Которая такая, видимо, кремообразная маска Ее хочу еще потом заказать Вот, поэтому сейчас переключилась Из-за того, что на креме Асиул Решила дополнить его для век кремиком И вот этим гелем-трансформером Мне вот этот гель для век тоже очень нравится Он классно помогает тем, у кого очень сильные морщины под глазами Посмотрим Он такой Его под макияж Я бы не рекомендовала Я не знаю, что там написано Надо, не надо Но под макияж нет Его классно на ночь Неплохо пахнет Прям хорошо вот так распределить Под веком И с утра Будет ощущение какой-то такой, знаешь, прям напитанной кожи Ты когда даже вот умываешься Такое чувство, как будто у тебя под глазами вообще ни одной морщины нет Вот настолько оно как-то Ой, посмотрим, посмотрим По крайней мере на моей коже это так работает У меня, конечно, много морщин пока еще нет Только появляются первые мимические Но все равно я вот с утра, когда умываюсь После того, как этот крем целую ночь поработал У меня вот ощущение какого-то такого прям упругого молодого века, что ли Вот какое-то такое ощущение И я покупала не один раз этот гель своей свекрови У нее уже прям, конечно, выражены такие морщины под глазами Такие как вот мешкообразные какие-то морщины, понимала? Вот так как мешок под глазом Он прям сильно так при пухлости Ей очень понравился тоже этот крем Она с удовольствием его использует Это вот трансформер, он беленький, я так понимаю Он не беленький, он зеленоватый Ну он какой-то такой Слушай, он другой что ли стал Он раньше был как зелененький, такой зеленоватый Он такой какой-то голубов Бледно-бледно как голубоватый Почти даже незаметно, что он голубоватый Я его брала, когда он только-только у нас появился, вышел Когда эта серия была новинкой ICO, нам этот гель трансформер подарили на ассамблее Ну вот, он попадает на кожу и становится сразу как Как сыворот Да, превращается как в этот Там же написано было воду Какую-то водичку, видите Ну надо же показать, девчонка Мне нравится он Вот под макияж классно его использовать Чем-то таким свежим Какой-то свежей травой Что-то такое пахнет Аромат у него приятный Мне нравится Какой-то свежий Весной какой-то что ли Когда вот почки распускаются Вот эта зеленью прям пахнет Его классно на лето использовать Летом, когда сильная жара Крем как-то не хочется на кожу наносить Вместо дневного крема, наверное, можно Да, да, да И вот можно просто как увлажнение для кожи На жаркую погоду отлично У тебя телефон выделывается Ты вот руками это Аля, ты только Я не понял Я голову поднимаю Все нормально Да, все, голову не отворачивай от камеры Так, смотрите, что тут еще, значит, написано Значит, здесь муцин улитки Ускоряет восстановление клеток Глубоко увлажняет Питает и смягчает кожу Способствует борьбе с шелушениями И покраснениями Витамин В3 Легко проникает в клетки кожи Восстанавливая ее защитную функцию Повышает эластичность Борется с пигментацией Девочки, ловите С пигментацией и следами от акне Вот, отличная штука Очень я много про него положительных отзывов слушала Слышала И в карточке товара про него тоже очень хорошо написано И тоже там отзывы есть в карточке товара Очень хвалят его люди, которые вот уже возрастные такие Вот как я, они молодые Все очень хорошо отзываются о нем Ты себя уже к возрастным относишь? Ну а че, мне уже за 50 Возрастные это за 70 Ну ладно А ты, девушка, в самом расстоянии силы Капкан Так, что у нас про гелик для век написано? Да, я держи в руках, чтобы просто так не стоять Ничего бездействовало Так, обеспечивает увлажнение в течение всего дня Препятствует появлению поверхностных морщинок Освежает, делает кожу здоровой и увлажненной Прекрасно подходит для ежедневного ухода Сейчас в этом флакончике, тюбики, точнее сказать, 15 миллилитров Раньше он был больше Те, кто вот в самой первой коллекции покупали Он был прям такой, раза, наверное, в два больше Я не помню, сколько там было 30, по-моему, было 30, ну в два раза больше, да По-моему, он как-то чуть-чуть потольше, потолще и подлиннее было Сейчас прям совсем такой маленький А вот носик у него... Ой же, да? Да, да Носик вот, видите, остренький Кстати, когда носик остренький, у крема для век так гораздо удобнее Последнее время у них стали появляться тюбики Крем для век идет с таким широким носиком Это не очень удобно Вот в серии Аксиологи я купила себе крем для век И там получается такой широкий носик Не очень удобно носить Таким удобным Так, смотрите, здесь в этом кренике тоже муцин улитки Вообще муцин улитки это такая кладезь для нашей кожи, я бы сказала Обновляет, увлажняет нежную кожу век Способствует борьбе с первыми признаками старения кожи Аквакомплекс Это комплекс активных молекул Способных удерживать воду на поверхности кожи Увлажняя и смягчая ее Вот, это то, что написано про гель для век В общем, короче говоря Получается, теперь у меня Айсиул более такой Какой-то собранной, наверное, версии Есть и для век И активный крем И вот этот увлажняющий Наверное, вместо дневного буду его использовать Вот Гиалуроновый гель у меня тоже есть Потом закажу еще масочку В баночке, которая там есть тоже в серии Айсиул Вот, хочу попользоваться этой линейкой Пока Вот, что-то, не знаю, мне захотелось именно к ней вернуться Этот Как у нас эта серия, подожди, называется Которая Коллаген, да, или как вот последняя Коллаген О2 Да, вот Ага, вон она у нас на плакате Коллаген, да Я пока немножко от нее отошла Тоже попользовалась ею И сейчас переключилась на вот эту Айсиул Мне кажется, моему лицу не хватает вот Вот такого какого-то увлажнения прямо Арина ваша у тебя была, ты закончила ли ее? Арина ваша у меня тоже немножко не закончила Я к ней, наверное, тоже попозже вернусь И, кстати, я уже заметила В каталоге в следующем Будет обновление линейки Ренаваш То есть она выйдет в обновленной форме В улучшенной Более стильной упаковке В той прям модной Да, вот, наверное, когда потом вернусь к ней Может быть что-то Вижу, она понравилась, я помню Мне очень эта линейка нравится Она мне очень хорошо подходит Очень хорошо впитывается в кожу Без всяких-всяких каких-то Ну, не сказать, что она как-то там остается на лице Как-то пленка или как-то ложится В общем, она настолько хорошо впитывается Уходит в мою кожу Что я, кроме мягкости и бархатистости После этих кремов Ну, ничего не чувствую То есть полный комфорт Полный, прям, не знаю Кайф от этой линейки Это, наверное, из всех кремов Которые я пробовала Наших Фаберлик Это, наверное, самое комфортное для меня Вот именно Ренаваш Мне тоже понравилось Хотя я ее себе ни разу не покупала Тогда мы с тобой тестировали Мне прям очень понравилась Консистенция у крема Как он наносится Я покупала эту серию Недавно своей, своей кровью Вот буквально на днях с ней разговаривала Она сказала, что ей очень понравилась Эта серия Вот сколько я ей разных Все время что-нибудь разное ей покупаю Чтобы она протестировала От вот этой новой Она вообще в полном восторге Сказала, что прям суп У меня сестра пользуется уже Ренаважем Не знаю, уже, наверное, больше года То есть она покупает ее постоянно Докупает Там что-нибудь что-то заканчивается Она докупает Она тоже в восторге от этой линейки Если честно Ей уже за 60 Она Ну Прекрасно тоже ей подходит И у нее Ну, такое прям Хорошая личика Мы немножко с ней разные У нас структура Структура С ней Немножко разная И кожа И лица Немножко разные То я ее Обиду к тому Что она разным людям Тоже подходит Не знаю Вот как она на жирную кожу Вот как у тебя Допустим Как она будет садиться Ну вот В основном она Подходит людям Вот именно Серия Ренаваж Не знаю, наверное Есть кому-то Кому не подходит Но вот в основном Обычно Хорошие положительные отзывы На нее идут Так Это что у нас Касаемо серии ICO Вот Ну и еще Заказала себе Пилинг Химический А что ты Не в комплексе Заказала Не в комплексе Потому что Посмотрела Одну тетю На ютубе Вот И она Этот Тоже Косметолог С большим стажем И она сказала Что вот Химический пилинг Именно химический пилинг С кислотами Они там есть Ахокислоты Есть как-то еще Какие-то кислоты Очень важен И нужен Для нашего лица То есть Его нужно Как бы делать Ну Почти постоянно Ну тоже В зависимости от кожи Если допустим Жирная То можно там Чуть ли не каждый день Это делать А может быть И каждый день То есть Смотреть надо Какая кожа у вас Либо Допустим Два-три раза в неделю У кого-то совсем Чувствительная Нежная кожа Может быть Раз в неделю То есть Нужно делать Постоянно У меня Эта линейка Была Я ее немножко Не допользовала Она просрочилась Я ее выкинула Всю серию Заказывать не стала Потому что Там же Идет У нас Вместе С этим пилингом Есть еще Там Как она Микродермабразия Или как она Правильно Называется Не помню Которая Именно шаг Б Там три шага А, Б, С Получается Сначала Химический пилинг Первый шаг Потом Вот это Микродермабразия На втором шаге Идет Б И на С Там идет Крем-сос восстановления Который Восстанавливает Вашу кожу После пилинга И вот этой Чистки Вот Но так как У меня кожа Очень тоненькая Я не могу Часто делать Именно Вот эту Процедуру Полностью Во всех Трех шагах Здрасте Пока Отключаем Люди Продолжаем Распаковку Уже не помню На чем Я там остановилась Потому что Прошло Уже Наверное Минут сорок От того момента Когда нас прервали К этому моменту Когда мы Сейчас снимаем Поэтому Естественно Не помню На чем Остановились Да У нас там была Небольшая Примерка Клиент Мерил Кроссовки Новые Плюс Потому что Пока Зонтики Рассматривали Пока Еще Туда Сюда Еще Поболтали Поговорили Достаточно Приятная Женщина Наверное Так можно Сказать Что постоянный Наш клиент Нашего пункта Выдачи Почему ты Засомневалась Постоянно Не можно А так и есть Вот И Всегда Когда она приходит Всегда Находится О чем Поболтать Скажем так Причем Это такой Постоянный Клиент Который Переехал С этого Района В другой И сказала Что нет Буду Обслуживаться У вас Хотя Есть у нее Там Рядом Другой Выдачи Не хочет Очень здесь Там Очень редко Она обслуживает Такие у нас Тоже есть Не так много Но есть Такие люди Которые Несмотря на то Что поменяли Место жительства Все равно Приходят К нам Возвращая Есть еще У нас Одна Постоянная Клиентка Чаще всего Татьяна На нее Попадает Она Вообще Прям далеко Совершенно В другой Район Уехала Пару раз Пообслуживалась В другом Пункте Выдачи И в итоге Сказала Нет Я лучше Буду на выходные Вместе с мужем К вам приезжать Хотя Оттуда Сюда Ехать В одну Сторону Только Ехать В одну Сторону Около Полутора Часов Да Олечка Привет Знаю Попытаемся Вернуться В распаковку Где мои очки Мы с вами Говорили О химическом Пилинге Я там Начала Рассказывать О том Что Посмотрела Косметолога Ну я так Уже не одно Видео Ее смотрела Так Уже несколько Наверное Можно сказать Видео Посмотрела Так Зашла На Виде Что Не просто Так Чтобы Потрындеть На ютубе А действительно Так Все По делу Все Подкреплено Какими Знаете Такими Конкретными Знаниями Ну как Не знаю Я доверяю Ей Доверяю Ей Очень Вот И по Ее По ее Рекомендациям По ее Видео По ее Рассказам Я так Поняла Что Можно Делать Просто Химический Пилинг Без Вот Этой Дальнейшей Как это Сказать Углубленной Скажем так Чистки Кожи Без Вот Этой Микродермабразии Скажем так Ну и вот Я решила Попробовать Так Как у меня Уже Из трех шагов АБЦ Она у меня уже была Я ее выкинула Потому что чуть-чуть Не допользовала Она просрочилась Я решила Попробовать Заказать Только Только Химический Пилинг Из этой Линейки Вот Хочу Попробовать Значит Как это все Мне зайдет Не зайдет Потому что Именно Когда я Все три шага Использую У меня получается Если Чаще чем Раз в неделю У меня Из-за того Что кожа Очень тонкая Она Такими Какими-то Как Не сказать Что она Красными пятнами Покрывается Но Кожа становится Более Чувствительной Что ли После вот этой Глубокой очистки Именно трех шагов Вот Я решила Попробовать Без вот этого шага Прям болезненные Ощущения Возникают Ну не то Чтобы болезненные Но как-то Не знаю Как это объяснить Но Кожа становится Как-то Более чувствительной Наверное Все вот эти Три шага Прямо Сразу Проходить Поэтому Я собственно Говорю И не успела Допользовать Эту программку Потому что Я редко Крайне Все вот эти Три шага Проходила Вот А теперь После того Как я Видюшку Посмотрела На ютубе Я так поняла Что можно Просто обходиться Химическим Пилингом Без вот этих Всех Дополнительных Глубоких Вот этих Процессов Ну и вот В общем Хочу попробовать Решила заказать Только Только именно Вот этот Химический Пилинг Первый шаг У меня Кстати Пенка Тоже Из вот этой Серии Она тоже С ахокислотами Поэтому Как бы Ну тоже Оно будет Как бы Одно-другое Дополнять А пенка Что-то Я не помню Пенка А она В таком Двокончике Побольше Она Ну да Повыше Где-то Вот так Наверное Вот она Тоже С ахокислотами Идет Вот Она считается Как Как же она Называется Щадящая Щадящая Вот эта такая Система Там идет Вот И я думаю Что вместе Вкупе с пенкой Вот хочу Попробовать Без вот этой Без второго шага Без Б Вот Ну потом Значит После того Как Попользуюсь Может быть Расскажу вам Что из этого Всего вышло Она рекомендует Ну чаще Использовать Вот этот Химический Пилинг Но для Такой кожи Как у меня Опять таки Это будет Не каждый день Но вот Хочу попробовать Два-три раза Начну Наверное С трех Раз в неделю Там Посмотрю По чувствительности Может быть Тогда переключусь На два раза В неделю В общем Посмотрю По своей Коже Потому что Тут какого-то Такого Конкретного Рецепта Наверное Чтобы для всех Подходило Наверное Так не скажешь Потому что Тут уже Надо конкретно Подбирать Под свою кожу Вот Поэтому Мне в этот раз Только Получается Что первый шаг Из серии АВЦ У меня получается Шаг А Я взяла Именно Химический Пилинг С АХ Кислотами Вот Ну в общем Посмотрим Посмотрим Что из этого Получится Вообще Линейка Это отличное Ну вообще Наверное Рекомендовано Наверное Всем Я так думаю Единственное Что Если использовать Все три шага То желательно Это когда Не сильно Солнечный сезон Желательно Вот осень Зима И ранняя весна Потому что Вот эти все Глубокие очистки Они не любят Чтобы после этого Кожа попадала На яркие Солнечные лучи Если делать То лучше Эту процедуру Делать вечером Если вы Привыкли Эти процедуры Делать утром То раньше Чем вечером На улицу Лучше не выходить И не попадать Под яркое солнце Вот Потому что Настолько Ну получается Глубокой очистки Кожи Она становится Более такой Чувствительной И на солнышко Лучше после этого На яркое Когда вот уже Прямо Тепло-тепло Лучше конечно же Не выходить Там по моему Рекомендовано От 8 до 12 часов Чтобы прошел Ну как бы сказать Вот этот Разрыв До того Как вам выйти на улицу Поэтому От момента использования Да От момента использования Поэтому лучше конечно Процедура лучше До вечера Все-таки Мне кажется Ну опять-таки Все разные Есть люди Которые любят Такие процедуры Допустим Делать Утром Или днем У человека выходной И он Раз И там С утра Или днем Решил сделать Тогда лучше конечно В течение дня Ну не выходить никуда Чтобы солнышко Не попадало Хотя в принципе Регионы же у нас разные И у кого-то там Еще снег на улице Это у нас уже Солнце как бы И отуванчики Цветут Да Уже все цветет И тюльпаны И нарциссы Давно уже И деревья цветут Поэтому нам как бы уже Может быть даже И поздновато Вот А в других-то регионах Еще снег лежит Как бы Ну хотя Когда солнце ярко светит И на улице Снег тоже От снега Очень-очень Вот это свечение идет Поэтому тут тоже Как бы Надо подумать Вот В общем Короче говоря Буду пробовать Только один шаг Потом еще Может расскажу Все Переходим Теперь От тюбиков С кулечком Примерку в этом же видео Будешь делать Или в другом Наверное Блитись и глянешь Телефон Это Шатается А Это коробка Коробка Задевает Так Буду теперь Постараться Потихонечку Открыть Когда-то Примерку Этой вещи Я уже делала Тогда Когда только-только Они вышли Это платье Это не платье Платье кстати Я тоже мерила Это платье Это не платье Это юбка Я платье мерила И это был О ужас Мне Мне очень Это платье Понравилось Я все думала Куплю-куплю-куплю В итоге Так и не купила А я была В нем Вообще Мне было В нем Хорошо Мне было В нем Хорошо Давай же Показывай Потому что Зрители Не поймут О чем Мы Попалдаем Говорю вам О юбочке Мерила Ее Прямо Костюмом Она была Там К ней Был Верх Такой Из такой Житкой В общем Можно было Купить Как костюм Я ее Мерила Как костюм Это было Еще В пункте Выдачи У Любы Не чай Вот Где-то У меня Есть даже Старое Мое Видео Которое Мы еще Тогда Снимали Может быть Если найду Ссылочку Кину Посмотрите Кстати Только сейчас Заметила Или Может я уже Просто забыла Оказывается Тут у юбки Есть молния Отдайная Такая Открытая Вот Смотрите Так А она Где она Получается Она сбоку Да Она сбоку Вот Так Сбоку Получается Молния Но я по-моему Я по-моему Даже И не расстегивала Ее Честно сказать Она еле Заметная Если бы не Вот эта Пимпочка Которая тут Висит Ее в принципе И не видно Что там Вообще Молния Есть Мне кажется Я ее И не видела Тогда Кстати Интересно Что в камере Как-то кажется Как с зеленцой Какой-то Цвет Но фактически Она Нитки Здесь Золотистые Коричневые У нас Люрикса Это Люрикса Называет Рима Золотистая Это Нитка Она получается Бежево-коричневатая И черные Есть Нет Это темно-коричневая Нет Вот еще Черная Нитка Нитка Есть Черная Коричневая Белая Белая Больше всего Ну вот еще Черные Нитки Вот Черные Мне кажется Темно-коричневая Это Черные Есть Черные Нитки И Коричневые Ну В общем Мы тут Раздвоились То ли Это Вкрапление Черных Ниточек То ли Очень Темно-коричневые Мне кажется Это темно-коричневые И мне кажется Что черные Спорить не буду Потому что Зрение Как бы Сильно Поспорить Не позволяет Ну В общем Не знаю Я бы Конечно Наверное Наверное Все-таки В 48 Заказала бы Размер И померить Но В 48 Ее не было Взяла в 46 Ну и учесть Что я схуднула Может быть Она и в 46 Нормально Мне будет Но это все Короче Выяснится Во время Примерки Сейчас пойдешь Мерить Нет Наверное Отдельно Будем мерить Потому что Там еще Платье Есть Которое Померить Поэтому Сейчас просто Покажу Ничего В ней такого Нет Ни разрезиков Ничего Просто Вот такая Вот Прямая Юбочка В жизни Она смотрится Поинтереснее За счет Того Что есть Нитка Люрикса Видео Ее не Передает В видео Не видно Что есть Нитка Наверное Не видно Не видно В жизни Смотрится Так В жизни Поинтереснее Смотрится Понаряднее Как-то Вот Она и Костюмом Хорошо Смотрелась И платье Мне хорошо Было Мне платье Зашло Тогда Я почему Все сразу Не заказала Думала Все Думала То ли мне Костюм Взять То ли Мне платье Взять В итоге Получается Не то Не то Я так И не заказала Вот А сейчас Слишком Долго Думаю Дальше Дальше Вижу Я Вещи Это Платье У тебя Да Тут У меня Два Одинаковых Платья Только В разных Цветах Это Как Я у Любы Недавно Видела Да Я у Любы Когда Приездилась Вот это Мы с ней Видео Снимали Которое Там у меня На канале Девочки Есть Когда В гости Ездила Наша Любаша Не чай Классное Видео Мне понравилось Ну и Клиния Когда попадаешь В пункт Выдачи У нее Всегда Там Много Чего Всего Всякого Есть В пункте Выдачи Она Всегда Заказывает Какие-то Вещи Для Клиентов Которые Обслуживаются Постоянно Мне Происходят Какие-то Примерки Ну и Конечно С моей Стороны Не обошел Без Примерки Правда Это Не попало В У нее Уже Мир Только Там Оно У нее Было В 44 Размере Оно Прям Было Мне Ну Сильно Притык Вот Я еще Тогда Посмело Ну Любовь У меня Эти же Самые Два Платья Только У меня Они В 46 Размере Должны Прийти Было Еще Было Еще И В розовом Цвете Такое же Платье Но Я Когда Писала Обратную Связь Чтобы Удалить Из Как Она Правильно Изумрудная И Оставила Такое Самое Только Черное Розовое Убрала Вот Поэтому Будет Два Платья На Примерку Немножко Смотрю Камера Уже Искажает Цвет Дает Как будто Синеву На Самом Деле Оно Действительно Изумрудное Да Камера Неправильно Передает 68% Вискоза 27% Нейлон 5% Эластан А мне На ощупь Показалось Как будто Эластан И хлопок Три четверти Рукав Оно Кстати Я думала Потоньше Оно Прям Плотное Оно Такое Плотноватое Да Плотноватое Плюс У него Вот тут На лето Будет Жарко Это такое Осенье На холодную Погоду Очень хорошо Внутри Все пошито Очень Все сделано Так как Надо Знаете Бывает Когда Высоко Сделана Ткань Она Вот тут Потом Задирается Все время Сюда Кверху Здесь Видите Она Пониже Специально Опущена Чтобы Нигде Ничего Не топорщилось Снизу Вот тут Такой Как Пришит Я не знаю Как он Правильно Называется Валан Не Валан Валан Такой По Как это сказать По покрою Силуэт Наверное Как А Вот Такой Как Расширение Книзу Это Интересно Тоже Здесь Отрезное Или Просто Да Это Как Отдельный Кусок И Между Ним Вставлен Да Вот Тут Строчка Видите Внутри Я Думала Это Как Декоративное Нет Это Прям Шоу А Ты Тут На боках Вот Здесь Состыковка Происходит Лицевой Части И Спинки Тут Тоже Все Совпадает Кстати Полосочки Совпадают Вот У меня Тут По-моему В 46 Размере В 46 Ну Не знаю Подойдет Не подойдет Потому что В 44 Я у Любы Мерила В пункте Выдачи Сильно Сильно В облипку Было У нее Было Тоже В черном Цвете Вот Ну И Такое Самое Точно Смотрим Специально На Телефон Дрыгается Не Дрыгается Дрыгается Почему-то Когда Пакет Раскрываешь Ты Когда Голову Распускаешь Не нравится Засвечивает Девочки Все То же Самое Только В черном Цвете И Отделка Уже Идет Так Как Бежевая А Так В принципе Все То же Самое Тоже 46 размер Ну На мне Уже Увидите Когда Пример Куда Чем Делать Посмотрите Как Сядет Вот В принципе Все То же Самое Здесь Вот Тоже Где Встречается Спинка С Лицевой Частью Тоже Вот Видите Полоски Совпадают Что Еще Одна Вещь Чисто Любопытство Чисто Из Любопытства Заказала Если Я Правильно Понимаю То Это Пришло Нет, по-моему, они у меня были в автозаказе, я, по-моему, их тоже удалила. Называется трикотажный джемпер с длинным рукавом для женщины. Цвет пыльно-розовый, вот он так и называется, курно-рожевый. Тазанды. 100% хлопок. Здесь размеры идут не по номерам, а здесь вот SM размер. 100% хлопок. Он тоже, не сказать, что прям тоненький. Так вот выглядит изнанка. Производитель Бангладеш, специально по заказу Фаберлик. Вещи, которые в Бангладеше отшиты, обычно классные по качеству. Я помню, была детская одежда, которая отшивалась в Бангладеш, она была вообще суперская. Дети у меня на ней выросли, жалко, что сейчас ее нет. Рукав видите, какой интересный, какой-то летучий мышь. Реглан он называется правильно, если я не ошибаюсь. Если я не портной, как бы трудно сказать, но мне кажется, такой рукав реглан называется. Получается, нет здесь плеча в этом рукаве, он как цельный, видите? В общем, не знаю, посмотрим. Короче, примерка покажет. Хотя я изначально не планировала покупать эту кофту, чисто заказала ее из любопытства, посмотреть на нее, что она из себя представляет на самом деле вживую. Из тех вещей, которые ты заказала, мне больше всего интересно, как сядет вот эта кофта, которую мы сейчас смотрим, и юбка. Платье мне так себе не очень нравится, я не люблю, когда вот эти две полоски идут, как-то зрительно мне не нравится. Ну, во-первых, эти две полоски, они наоборот хороши для тех, кто маленького роста, они как бы удлиняют силуэты Тараса. А второе, они еще, как это, стройнят, скажем так, наверное. Все полосы, которые вертикальные, они играют, наоборот, такую вот немаловажную роль при моем росте небольшом. Потому что все, что горизонтальное, оно наоборот уменьшает. Ой, ну у тебя рост среднестатистический для женщины. Какой? 158, какой среднестатистический? Да большинство женщин такие. 158, 157, 160. Редко бывают. Нет, ну бывают там 170. Я дома самая маленькая. Да, мне кажется, 160. Все дети меня переросли уже давно. Плюс я же сейчас не ношу никаких каблуков. Ничего, все время у меня такое все на небольшой платформочке. Или вообще на плоской. Поэтому, не знаю, уже теперь на каблуках ходить я уже не могу. Вот, девочки, показали вам все, что у меня было в распаковке. Так что теперь, наверное, увидимся в примерке. Сейчас плана перейдем в примерку. Пошли в нем уже это все одевать. Вот, а сейчас в этом видео будем с вами прощаться. Были, как обычно, с примеркой с вами Татьяна и Рима из пункта выдачи по Берлину. Мы были еще не с примерками, только с операторами. Ой, с распаковкой. Господи, боже мой. Все, уже все. Уже каша мала в голове. Дотрынделась на YouTube. Да, да, дотрынделась на YouTube. Так что все. Пока-пока. Перебегаем в примерку.